Балалайки и рубель, трещотки и кугиклы, свирели и желейки. Знаете ли вы, как звучат эти инструменты? Услышать их вживую можно на выступлениях ансамбля народных инструментов «Балалайчка» Дворца детского творчества «Истоки». Подробности в репортаже Елены Бодолян. Рубель и кугиклы, мельница и желейка. Названия этих инструментов звучат как атрибуты героев народных сказок. Во времена Древней Руси на них игрались комарохи, но традиции берегут и по сей день. Например, в ансамбле народных инструментов «Балалайчка» при Дворце детского творчества «Истоки». В этом году ему исполняется 24 года. За это время, конечно, очень много детей уже обучалось в ансамбле разного возраста. В основном, конечно, я набираю детей сначала, в начале младших классов, потом уже старшие приходят играть, кому понравилось. Занятия проходят на базе первой школы пять раз в неделю. Сначала юные артисты учатся игре на ложках и трещотках, а спустя время им доверяют фигуры высшего пилотажа – балалайку и свирель. Я играю на двух инструментах – на ложках и на рубеле. Первый раз я выступал, получается, на доске. Мне просто взяли, сказали, вот поступай. И потом уже начал балалайку изучать. Для Валентины Леонидовны музыка – не просто дело всей жизни. Любовь к народной песне передалась ей от матери. Ее супруг много лет руководил ансамблем казачьей песни. Кстати, инструменты у нас много очень сделаны моим покойным мужем, который нам аккомпанировал много лет, Владимир Николаевич Гусилетов. Он был руководителем водорца культуры Гагарина ансамбля «Казачья песня», но, к сожалению, три года назад его не стало. Кугикла из легкого металла, свирель из старой лыжной палки, приспособленная для занятий музыкой стиральная доска – все это дело рук Владимира Николаевича. Сейчас на занятия к ребятам из ансамбля «Балалайечка» приходит аккомпаниатор-баянист Евгений Майко. Все композиции он исполняет на слух, безо всяких нот. Ансамбль народных инструментов «Балалайечка» – лауреат и дипломант множества творческих конкурсов, от окружных до международных. Репертуар широк – от народных и фронтовых песен до вальсов и полек. Стараюсь подбирать так, чтобы детям было проще сыграть. Если вы заметили, что мелодию ведет баян, домра, балалайки, они не везде играют мелодию. Дети занимаются, что надо отдать должное только здесь. Дома у них инструментов нет. Мне больше нравится «Катюша», потому что это народная песня, ее все знают, и она очень легко поется. Зачем тебе вообще народная музыка, народная песня нравится? Мне нравится то, что дух нашей Родины и все остальное передается через инструменты. И правда, любая песня преображается, стоит исполнить ее на народном инструменте. Недаром, когда мы слышим интонации русской народной музыки, в нашей душе появляется щемящая грусть и в то же время удивительное чувство мира. Ирина Белякова, Елена Бодолян, Антон Ковришных, программа «Утро». Остается всего три дня до начала лета, и самое время начать планировать свой отпуск. О том, какие планы на лето имеют жители Сергиева Посада, узнала наш корреспондент Елизавета Фомина. На лето? На даче. На даче быть. На летом я сейчас недавно заканчиваю музыкальную школу. На лето. У меня, наверное, платы заниматься боготворительностью, стать волонтером, помогать городу. Планы на лето. У меня четыре внука. Я занимаюсь внуками. Да, я пенсионерка. Выжить. Работать. Спасибо большое. Купаться, загорать, отдыхать. А скажите, пожалуйста, планы на лето. Планы на лето – работаем. Продолжение следует...